Ну там очень много такого, кроме нытья, какого-то обращения еще к женщинам, там, типа, что, ну, это чуть ли не береги нашего ребенка, да-да-да-да, не забывай даже там беззаветной пламени любви, я одного парка, так сказать, солдатского спрашиваю, ты вообще с кем-то нормально поцеловался? Говорит, да я не знаю, что нормально, говорит, но вообще, я, говорит, сынок, одна классница поцеловался, да-да, какой хрен, говорит, ты пишешь даже про эту вашу страстную такую любовь? Ну, знаете, вот, когда думаешь, что не только мама ждет, а еще кто-то, может, и не убьют, то есть вот сочиняли любовь, и вот на эту тему, как бы, сочинение любви, я тоже написал такую песню, которая называется «Неизвестная любовь». Снежные склоны, хребтов, индукуши, в красных заплаках солдатской крови, я под огнем перекрестным не стройшим, ради твоей неизвестной любви. Может быть, смерть мои руки развяжет, я обниму тебя, падая в снег, горы в солнце и небо расскажет, как человека любил человек. Словом прощали, слезою печали, из-за далека ни тревожь, ни зари, лучше остаться такой, как в начале, нашей с тобой неизвестной любви. Мы не бродили москвою вечерней, не целовались в нескучном саду, не придававшим большого значения, если одна ты совсем не приду. Ближе и ближе чужие халаты, все позабудь, мои письма парни, как я себя разрываю гранатой, ради твоей неизвестной любви. Снежные склоны, хребтов, гендугушка, в красных заплатах солдатской крови, я под огнем перекрестным не стройшим, память твоей неизвестной любви.